Своим позитивом сегодня с нами делится Анна Горобец, основатель сети салонов шугаринга и косметического производства. Все остановились, все расслабились. А сколько у тебя на счету, я буду с тобой общаться. Я, акула такая, все плохо, нет, не охота в бары, рестораны. В смысле, я не могу, я все могу. Они похихикали такие. Мы не оставили, так скажем, девушек, да, красивых, молодых, волосатыми на карантине. Оптимизм, подкрепленный активными действиями, пожалуй, вот главный антикризисный инструмент, который Анна с успехом применяет на всех, кто ее окружает. На сотрудниках, партнерах, подписчиках в Инстаграм. А вот и мотивационные мысли, которые помогают идти не останавливаясь. Любая точка роста – это кризис. Соответственно, кризис – это точка роста. И сейчас я считаю, что вот это вот замечательное время, да, это для многих предпринимателей именно точка роста. Ну, вот, например, так же, как и для нас. То есть вот эти вот дела, которые я так же… Ой, да что это, доставка по городу, да, ну, там, пусть конкуренты, пожалуйста, я им отдам эту нишу. Я, акула такая, буду с оптовиками только работать. Вот, и сейчас, конечно, ну, я понимаю, что это неплохие деньги, и это очень круто, это очень классная реклама, потому что все там выкладывают свой продукт, девчонки, в Инстаграме. Я всегда стараюсь себя окружать такими достаточно успешными людьми, но нытиков много. То есть даже, вот, например, мои франшизи, да, вот, у меня же большая сеть по России, даже у нас есть такие, которым даешь готовые инструменты, что, ребят, давайте это делать, давайте то делать. Все плохо, нет, нас, да, что эти копейки, это все равно не тот заработок, который у нас был, мы все равно там все, все прогорели. Я говорю, да, идите, закрывайте ИП, и вот, ну, пожелайте… Давайте надеемся. Да, и все. Ну, как бы, других вариантов нет. А потом как-то все наоборот, мы там записали ролик, там, это, челлендж запустили, там, за нами, потом все начали повторять. Я говорю, ну, вот, видите, а сейчас потихоньку всех уже открывают, слава богу. Когда у меня случается какой-то кризис, я всегда начинаю читать книжку какую-нибудь. Вот для меня вот это вообще Наполеон Хилт, думаю, и богатей, это моя самая любимая, я ее уже раз пять, наверное, перечитала, и в этот карантин я ее опять перечитала. Был период, я вообще перестала читать, и я думаю, господи, мне кажется, я деградирую. Нужно обязательно какую-то литературу читать, покупать какие-то вебинары, то есть я говорю, я за этот карантин, я не знаю, я даже сбила со счета, сколько вебинаров я купила. Ты начинаешь общаться, нетворкинг, и ты начинаешь, что-то, ну, так, стоп, он может, а я что? Не могу? В смысле, я не могу, я все могу. Первое, это нужно всегда себя окружать успешными людьми. Вот это, я не знаю, не то, что ты как дурачок, так, ты успешный, да, сколько у тебя на счету, я буду с тобой общаться. Нет, ну, люди, с которыми тебе приятно общаться по бизнесу, партнеры какие-то просто, какие-то знакомые. Первое, общаться с успешными людьми, второе, много читать, постоянно планировать, то есть у меня планер, он у меня весь исписан, то есть я планирую себе день, я планирую себе неделю, я планирую себе месяц. Я всегда свои цели завышаю, то есть, например, если я хочу заработать миллион, я пишу, что я хочу заработать 2 миллиона. Ну, значит, миллион я точно заработаю. Ну, я, к примеру, говорю, нужно обязательно себя мотивировать, ставить себе какие-то цели, когда у тебя будет цель, ты будешь к ней идти и мыслить позитивно. Раньше, как бы, ну, я не ценила того, что у меня есть, то есть я полюбила безумно эту квартиру, я полюбила там то время, которое мы проводим с дочкой, что мне нужно никуда бежать, потому что у меня был безумно бешен ритм жизни, и я вообще, я даже не понимала, как дни летят. То есть у меня так все остановилось, мы просыпаемся во сколько хотим, мы готовим вкусные завтраки. То есть я начала кайфовать вот от этих вещей, но я начала больше работать, это да. То есть я, как блогер еще, по-моему, бизнесмен, я же еще типа влогер, вот, я рекламировала разные компании, зарабатывала на этом деньги. Сейчас я поняла, что я больше никакую рекламу брать не буду, у меня есть мои продукты, я хочу девочкам о них рассказывать, и я это начала делать. Я вижу, какой интерес у девчонок от того, что, как я рассказываю, как ухаживать девочкам за собой, как себя показал карантин. У нас появились доставки домашних наборов для шугаринга, пенска, база растет. То есть мы не оставили, так скажем, девушек, да, красивых, молодых, волосатыми на карантине, чтобы они там начали опять бриться. Покупаешь набор, у тебя не получилось, ты можешь созвониться с мастером, он тебе там руку поставил. То есть, ну, мы делали все. Я окунулась вот в эту продажи B2C, и мне они прям, я кайфую от них, потому что B2B это такие продажи, ну, вот у тебя менеджер есть, заявка прилетела, ты обрабатываешь. А здесь ты трудишься. Ну и плюс родился мой проект, это тусовка предпринимателей. Плюс, что они общаются, они становятся у друг друга клиентами, и то есть и продажи возрастают, и плюс у нас и обучение, плюс я еще стараюсь пригласить каких-то спикеров, чтобы что-то полезное рассказать. В общем, не знаю, я настолько благодарна этому времени. Ну и плюс есть время подумать о жизни, да. Когда у меня не было времени, я сейчас поняла, что, господи, какой я счастливый человек, я всегда считала себя счастливой, а сейчас я поняла, что я вообще капец какая счастливая. Я думаю, что этот год действительно для всех будет очень тяжелым, даже если закончится карантин. А все равно очень тяжело нам будет вернуться вот в эту жизнь опять быстро, то есть людям нужно будет раскачаться. Будет еще, я думаю, тяжелые времена у нас осенью и к зиме, но, опять же, я этого не боюсь. Почему? Потому что я считаю, что что-то новое – это возможность начать реализовывать свои какие-то новые проекты, новые идеи.